Ремонт и экономия. Кажется, вещь несовместимая, а я вот попробовала. Всем привет! С вами Анна Запорожская. Переезжая со съемного дома в свой, первое, о чем я подумала, это ничего лишнего и все самое только необходимое. Прошлась по съемному дому, посмотрела, чем я не пользуюсь уже больше, чем год. Как бы мне надо, вдруг пригодится, но не пользуешься. Поэтому я сразу эти вещи выставила на продажу. Через OLX удобная функция для покупателя. Доставка. OLX доставка. Это реально удобно. Чему это удобно, спросите вы? Объясню. Деньги будут зачислены на карту только после того, как покупатель осмотрит товар и подтвердит покупку. А если ваша вещь, например, ему не подойдет, OLX оплатит обратную доставку. Выгодно и вам, и покупателю. Вот, проверьте. Второе. Экономила я не только деньги, но и пространство в домике. Куда приезжали, там в домике, то есть здесь в домике всего 45 квадратных метров. Нас четверо. Да, двое детей, двое взрослых. Я, мама и двое моих детей. Поэтому у меня пришла гениальная идея в голову взять двухъярусную кровать. И я считаю эту покупку, наверное, самую удачную. И она офигенная, с ортопедическими матрасами. И по факту за копейки. В своем инстаграм я уже писала об этой покупке, которую тоже совершила на OLX. Третье. Как можно подойти к разумному потреблению с толком? Я не стала покупать закрытый шкаф в свою комнату. И заменила его обычной вешалкой. И мне кажется, что это очень даже стильно. И на данном этапе мне даже очень удобно. Четвертое. Переезжали мы в дом с неоконченным ремонтом. И тут я включила смекалку. Как сделать так, чтобы было хорошо и недорого? Что-то с детьми делали сами. Красили стену на кухне, например, и откосы дверные. Но натяжные потолки, конечно, на мои хрупкие плечи не легли. Я доверила это профессионалам. Пятое. Мастеров для мелкого ремонта можно также найти через объявление. Что, в принципе, я и сделала. И, кстати, для себя я недавно открыла классную функцию прокат. Вы вообще знали, что на прокат можно взять почти все? И это удобно. То есть не надо покупать. Вы взяли, один раз пригодилось, и все замечательно. Мне дрель пригодилась, например. Да. Я брала дрель на прокат. А сейчас я подбираю для демидо автокресло. Вы спросите, зачем? Отвечаю. Тут такая ситуация, что вон свое автокресло в одежде, в буховике не помещается. Поэтому 250-300 гривен на пару месяцев легко осилить, и это вообще замечательная функция. Прокат, как я раньше этим не пользовалась. Поэтому мы перезимуем зиму, и весной я опять его пересажу в его автокресло, когда мы снимем пуховики. Ну, это реально удобно. Кстати, в аренду я еще брала машину для вывоза мусора и трактор. Да, я брала трактор. Потому что в одном доме у меня идет ремонт, а второй у меня в этапе строительства. Поэтому как тут не экономить? Экономить можно разумно. Я вам тут сейчас рассказываю, как. Шестое. Вещи не выбрасываем, а ремонтируем. Вы даже не представляете, как это экономит. Вот у меня недавно поломался фен, раньше бы он улетел в мусор, а сейчас я просто взяла его, отремонтировала за 120 гривен. Просто знаете как, надо определиться, разобраться, так можно сказать, подлежит ли вещь ремонту, или она свое уже отслужила. Вот такая история с утюгом еще может быть, и кастрюлями, и сковородками. Знаете почему? Я, кстати, тоже не знала. И можно дать вторую жизнь с помощью повторного нанесения теслонового покрытия. Вот. И они заживут новой жизнью. И семь. Это я так финально, вот вы поняли, да? Я финально подвожу к тому, что употребление, оно не только экономит финансы, но и заботится о природных ресурсах. И спасибо ОЛХ за возможность снять для вас свою историю, показать на своем примере, своими рассказами работу сервиса. Давайте вещам вторую жизнь. Вот так. С вами была мама, которая девушка. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok